Очень часто на первом месяце жизни ребенка родители замечают, что он как-то не очень хорошо дышит, посапывает, посипывает, а иногда даже носовое дыхание полностью прекращается. Родители предполагают насморк и идут к педиатру в поликлинику, которая видит отек слизистых, назначает сосудосуживающие препараты, не дай бог, еще антибиотики. Давайте разберемся, столь ли необходимы такие сильно действующие препараты для малыша. Ведь мы знаем, что рост тканей происходит неравномерно. И как раз в 3-4 недели у ребенка происходит активный рост мягких тканей, в то время как костная ткань остается пока неизменной. Поэтому мягкие ткани выполняют просвет носовых ходов и у ребенка затрудняется дыхание. Что же можем сделать в такой ситуации? Единственная наша цель это облегчение носового дыхания, поддержание его. Поэтому если ребенок отказывается от кормления, не старайтесь кормить его сразу, как только он проснулся. Возьмите его на ручки, поносите вертикально, сделайте массаж стоп и носовое дыхание облегчится. Если образуются корочки и если есть небольшое выделение слизи, хорошо помогают солевые капли, к примеру, аквамарис. Промывание носа это сложная процедура. Ее должен показывать лор-врач. Обязательно промывайте теплым физраствором и только по методике, показанной врачом. Потому что самому можно навредить ребенку. Носовые ходы очень маленькие и аспирация слизи тоже не всегда показана. Какой вывод? Не нужно бросаться сразу к сосудосуживающим препаратам, а можно облегчить носовое дыхание способами, которые более физиологичны для ребенка. В шесть месяцев у ребеночка начинают резаться зубы. Не секрет, что это сопровождается обильным слюнотечением. То же самое происходит и на других слизистых. Поэтому мы замечаем, что опять у нас выделения из носа могут быть. Тактика прежняя. Прежде всего солевые капли, аспирация слизи, если это показано, облегчение носового дыхания, увлажнение воздуха в комнате, доступ свежего воздуха. Лор-врачом могут быть назначены сильно действующие препараты только в том случае, если цвет отделяемого поменялся на цветной. Если это уже желтые, зеленые отделяемые при присоединении вторичной бактериальной инфекции, тогда лор-врачом или педиатром могут быть назначены бактериофагии либо антибактериальные средства. Но никак не раньше. До сих пор мы говорили о неинфекционном насморке. Но помните, что если наряду с выделениями из носа у ребенка появились общие симптомы, повысилась температура, он стал беспокойным, стал отказываться от еды, может быть появился кашель, тогда обязательно обратитесь к врачу-педиатру. Потому что, возможно, это признаки инфекции. Особенно, если был контакт с болеющим взрослым либо ребенком. Будьте, пожалуйста, внимательны насчет этого. Но тактика лечения, в принципе, мало чем отличается. Все равно нам нужно с вами поддержать носовое дыхание, увлажнить воздух в помещении, организовать сон ребенка, желательно на свежем воздухе для облегчения носового дыхания и прогулки, каждодневные прогулки. С насморком это разрешается. Единственное, если у ребенка повышается температура, мы остаемся дома. Если у ребеночка нет общих симптомов, значит мы идем гулять и продолжаем жизнь, как обычно.